Дружба очень важна. У нас очень много песен о дружбе. Ученый-нейробиолог Дэниел Джей Левитан в своем бестселлере «Весь мир на шести песнях» заявляет, что шесть типов песен приняли участие в развитии человеческого мозга и человеческого общества. Любовь, радость, утешение, знания, религия и дружба. Десятилетиями мы слышим песни о дружбе. Подскажу вам немного. За моих друзей, Битлз, 67-го года. У тебя есть друг, Кэрол Кинг, 71-й год. Положись на меня. Билл Уэзерс, 72-й год. Вот для чего нужны друзья. Стиви Вандер, 85-й год. Когда тебе понадобится друг, Марайя Кэрри, 93-й год. Я твой друг из мультфильма «История игрушек», 94-й год. Я буду рядом. Рембрандс, 95-й год. Из сериала «Друзья». Рассчитывай на меня, Бруно Марс, 2010-й год. Настоящие друзья. Кэнни Уэст, 2016-й год. Настоящие друзья. Камиль Кабелло, 2018-й год. Хорошо иметь друга. Тейлор Свифт, 2019-й год. Основная идея этих песен о том, что вам нужны друзья, и вы можете рассчитывать на них, когда они вам нужны. Песни, которые я перечислил, демонстрируют переход от друзей, которые всегда рядом, к поиску настоящих друзей. Есть ли в этом мире кто-то, на кого вы можете положиться? Дружба была очень важной для авторов книги «Притч». Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья. Притчи 17.17. Есть друзья, с которыми лучше не знаться, но истинный друг ближе иного брата. Притча 18.24. Слово, переведенное как «ближе», на иврите указывает на эмоциональное посвящение. Это сознательная любовь, данная как дар. Смысл в том, что настоящий друг чувствителен к вашему эмоциональному состоянию и заинтересован в вашем преуспевании. Настоящий друг может быть даже лучше брата или сестры. Используя шесть категорий песен Дэниела Левитана, Джонатан Фридман проанализировал 1015 песен. 24 из них были о дружбе. Угадайте, сколько из них было о романтической любви? 694. В нашей культуре мы больше ищем романтической любви, которая часто держится на половых отношениях, чем дружбы. Но именно дружба незаменима. Настоящий друг никуда не девается. Он остается рядом даже во время трудностей и невзгод. Настоящий друг верен вашим интересам так же, как и своим. Он рядом в горе и в радости. Иногда в трудные времена друзья более ценны, чем родственники. Не бросай своего друга и друга своего отца. И не ходи в дом брата, когда у тебя беда. Лучший сосед поблизости, чем брат вдали. Притчи 27.10. Слова «друг», «сосед» и «ближний» на иврите происходят от одного и того же слова. И иногда сложно понять, как именно нужно перевести это слово. Смысл последнего стиха весьма ясен. Не сжигайте мосты с хорошими друзьями, даже с друзьями ваших родителей. Друзья ваших родителей проверены и испытаны уже двумя поколениями. И когда проходят трудности, вы можете рассчитывать не только на своих друзей, но и на их семьи. Такие отношения нужно почитать. Поэтому цените настоящих и надежных друзей. Конечно же, дружба бывает разной. Человек со множеством знакомых и множеством мимолетных друзей или друзей социальных сетей может быть раздавлен в трудные времена, потому что он не развивал более близкие и продолжительные отношения. Цените настоящих друзей, которые хотят, чтобы у вас все было хорошо. Но найти их не так уж просто. Притчи 25.6. Замыслы в человеческом сердце, глубокие воды, но разумный сможет их вычерпать. Многие зовут себя преданными. Но где найти человека, кому бы можно довериться? Мудрые друзья будут вычерпывать то, что в вашем сердце. Глубокие, более интимные мысли. А затем будут относиться к нашему доверию, как к чему-то священному. Многие люди называют себя преданными. Но можно ли на самом деле положиться на них? Когда дело плохо, придут ли они нам на помощь? Будут ли они помогать нам, если им будут угрожать? Многие люди хотят дружить с нами, потому что мы могли помочь им. Несколько лет назад я рассказывал о некоторых моментах из жизни Агнес Полс. Когда сталинский режим превратил все частные фермы в колхозы, она стала врагом государства, потому что ее родители были богатыми землевладельцами. Ей даже отказали в паспорте. Любой, кто хотел ей помочь, рисковал очень многим. Когда Агнес наконец-то убежала из концлагеря в Сибири и вернулась домой, ее собственные родственники смотрели на нее с подозрением. Люди, которые наслаждались сытными обедами за их семейным столом до русской революции, не тянули ей руку помощи. Разговоры о дружбе ничего не стоят. Дружба проверяется в моменты опасности и неопределенности. Это подводит нас к сложной теме о друзьях и деньгах. Когда-то Агнес была богатой и ценной знакомой. Но теперь она бедна и обездолена. Авторы книги притчей откровенно говорят на эту тему. Бедных не любят даже их соседи, а у богатых много друзей. Притча 14-20. Богатство приводит много друзей, а бедняка и его друг оставляет. Многие заискивают перед правителем и дающему подарки всякий друг. Бедняка ненавидят все его родственники. Сколь же больше друзья его избегают, когда он зовет их, нет их нигде. Притчи 19-4, 19-6 и 7. Тут мы видим чистую и неприкрытую правду, а также темную сторону человеческой природы. Почти все хотят дружить с богатым, но почти никто не желает общаться с бедным. И часто бедные оказываются на карантине, когда у них нужда. Почему? Потому что их нужды требуют внимания. Некоторые люди избегают их еще из-за их социального клейма. С другой стороны, вокруг богатого всегда толпы народа. Почему? Потому что у богатых есть ресурсы, которые могут пойти на пользу их друзьям. Часто богатые имеют влияние, и они могут открывать двери. И эта возможность выгоды подогревает жадную природу человека. Некоторым нравится их положение в обществе из-за общения с богатым человеком. Поэтому у богатого всегда много друзей. Дружите с людьми за то, кто они, а не за то, что у них есть. У меня никогда не было много денег, чтобы я мог их раздавать или инвестировать. Но когда у меня появились какие-то деньги, я замечал, что многие люди снова вспомнили обо мне. Они звонили мне и даже приходили на встречи. Но когда люди должны мне денег, то они забывают мою контактную информацию. Те же самые люди теряли мой номер, мой имейл, мою страничку в Фейсбуке и не могли меня найти. А я не мог найти их. Любопытно, деньги и дружба. Для этого нужна большая мудрость. Когда участвуют деньги, то трудно понять, этот человек настоящий друг или всего лишь пиявка. Потому что люди ведут себя очень мило с теми, от кого они ожидают получить какую-то выгоду. Когда я работал на MB Mishan, я был директором всемирной программы. Во многих странах меня считали человеком с властью, вернее, с возможностью принимать финансовые решения. Поэтому многие люди старались уважить меня. Они приглашали меня на ужин, дарили мне подарки, показывали мне проекты, стоящие инвестирование. Деньги могут сильно усложнить отношения. Учитывая все это, в книге притч сказано, что мы должны быть щедры к бедным. Презирающий ближнего грешит, но блажен, кто добр к нуждающимся. Притча 14.21 помнит праведник о правах бедняков. А нечестивый в них и не вникает. Притча 29.7. Мы должны быть щедрыми, потому что Бог щедрый. Мы должны щедро давать из того избытка, который мы получили. Но вот важное предостережение. Когда мы даем деньги другу, то мы должны не давать в долг и ожидать возврата. Много раз в притчах сказано, не давать в долг и не брать залог от друга, или даже незнакомца. Потому что, кто так поступает, не хватает рассудительности. Много лет назад я собирался купить машину. Мой друг, который уверовал в Бога через нашу церковь, пришел ко мне со срочной нуждой. Ему нужна была определенная сумма, чтобы выплатить кредит. И он пообещал вернуть мне деньги через неделю. Оценив его возрастание во Христе, я одолжил ему деньги. Прошло много недель, и он так и не смог вернуть мне деньги. Это стало влиять на нашу дружбу. Он начал отдаляться. Поэтому я решил простить ему этот долг. Но ему было стыдно, и нам было сложно восстановить дружбу. Я поступил немудро. Авторы книги притч сказали бы, если собираешься дать другу деньги, то не давай их в долг. Дай просто так. А если ваш друг не в силах вернуть нам деньги, то мы не должны таить на него обиду, прощающий оскорбление ищет любви. А напоминающий о нем отталкивает близкого друга. Притчи 17.9. Человек нерассудительный позорит ближнего, а разумный сдерживает язык. Сплетник придает доверие, а надежный человек хранит тайну. Притчи 11.12.13. Авторы Нового Завета повторяют эти слова. К примеру, любовь покрывает множество грехов. Это 1 Петра 4.8. Любовь не помнит зла. 1 Коринфянам 13.5. Дружба игнорирует обиды и думает хорошо о других. Настоящие друзья уважают своих друзей, когда те рядом и когда нет. Они не участвуют в клевете, которая подрывает дружбу и приносит разделение. Даже если с ними поступили неправильно, они сидят тихо, чтобы защитить отношения. Они знают, что дружба, которая строилась годами, может быть повреждена или разрушена, если обида пускает корни. Мудрый покрывает обиду любовью, а глупцам, наоборот, не хватает здравого смысла. Лукавый человек сеет раздор и сплетня разрушает близких людей. Притчи 16.28. Глупцы бездумно вспоминают ошибки своих друзей в разговорах с другими людьми. Их необдуманные слова приносят подозрение, натянутость и разделение. Они считают себя умными, но своим неконтролируемым и дезориентирующим языком они разделяют людей, которые были близкими друзьями. Мы будем цепляться за ошибки других людей или будем покрывать обиду любовью. Боб Гофф это юрист-христианин из Сиэтла. В своей книге «Любовь делает» он рассказывает несколько историй о природе дружбы. Утром 11 сентября 2001 года он сидел со своими тремя детьми за обеденным столом. Они обсуждали то, что произошло в Нью-Йорке. Как ему, как отцу, научить своих детей правильно реагировать на трагедию. Боб спросил своих детей. Если бы вам дали пять минут, чтобы обратиться ко всем мировым лидерам, о чем бы вы их спросили? Он попросил детей записать эти вопросы. Его семилетний сын Адам написал, что он попросил бы мировых лидеров прийти к нему домой и подумать над тем, чтобы стать друзьями. Его сын Ричард написал, что спросил бы мировых лидеров о том, на что они надеются. Его дочь Линдзи написала, что если они не хотят приходить к ним домой, то пусть пойдут к себе домой и спросит своих родных, какие у них надежды. Боб попросил своих детей составить из этих идей одно письмо. Затем они загрузили имена всех лидеров всех стран в мире, веб-сайт ЦРУ, и разослали письма каждому из них. Это были сотни писем. Затем они стали ждать. Через несколько недель они стали получать ответы. Писем были сотни. В большинстве было написано «Спасибо за совет», но нет. Но в один из дней они открыли письмо и там было приглашение во дворец в Болгарии. Через несколько дней премьер-министр Швейцарии пригласил их в Бёрн. Затем пришло письмо от президента Израиля. В итоге они получили 29 приглашений. Что же делать? Боб забрал детей из школы и они отправились в тур по всему миру. Обычно визит начинался с официальной встречи в старомодном зале для приёмов. Но когда лидеры понимали, что у детей на уме нет ничего, кроме желания подружиться, их приглашали в частные офисы. Дети спрашивали их о семье, о том, как они стали политиками и каковы их надежды на будущее. А ещё они говорили о дружбе. В конце каждого разговора дети благодарили мировых лидеров за уделённое им время. А затем вручали маленький красный подарок. Каждый лидер аккуратно открыл подарок и обнаружил там ключ. Ключ к дому гофов. Дети приглашали лидеров в гости, поскольку теперь они друзья. Однажды, уже после их мирового тура, Линдзи открыла свою почту и нашла там короткое письмо от одного из лидеров. «Дорогая Линдзи, мы соскучились по тебе и твоим братьям. Можем ли мы воспользоваться нашим ключом и приехать к вам с ночёвкой?» И они действительно приехали. Любовь покрывает множество грехов. Возможно, у вас нет столько денег, как у американского юриста, чтобы повозить наших детей по всему миру. Но мы можем показать на своём примере, как дружить с теми, кто с нами не согласен, не уважает нас, а иногда даже вредит нам. Когда мы обижены, а рано или поздно все мы столкнёмся с обидой, поэтому мы должны учить наших детей любить, прощать и благословлять. Мы можем покрыть грех любовью, или мы можем зациклиться на ошибках других людей, а это приведёт ещё к большему конфликту. Своими устами безбожные губят ближнего, но праведные спасаются своим знанием. Притчи 11.9 Уста безбожных вредят своему ближнему, потому что им не достаёт знаний, тогда как речь праведника основана на знании Бога и его мудрости, и она помогает окружающим выходить из жизненных трудностей. Любовь открывает дверь для дружбы. Значит ли это, что мы должны дружить со всеми подряд? Авторы книг Притч призывают нас быть рассудительными, не дружи с гневливым, с раздражительным не общайся, чтобы не научиться его путям и не попасть в западню. Притчи 22, 24, 25. Раздражительный человек, как бомба с коротким фитилем, может взорваться в любой момент. Запомните, если человек постоянно зол, что-то происходит у него внутри. Такие люди обычно настолько зациклены на своих желаниях, что полностью игнорируют наши нужды. На самом деле, наших нужд нет на их радаре. Их интересуют только собственные желания. Рано или поздно они обратят свой гнев на нас и ранят нас. Но есть раны, для которых мы можем открыться. Друг искренен, даже если он ранит, а враг рассыпает поцелуи. Притча 27.6 Раны от друзей стоят нашего внимания, потому что они нанесены с хорошими намерениями, с желанием помочь нам расти. Искренние раны — это конструктивная критика. У всех нас есть слепые зоны, которые мы не видим без помощи друзей. Если мы мудры, то мы надеемся на такие исправления. Например, мы уже привыкли видеть людей, которые не умеют петь. На прослушиваниях в программу «В Америке есть таланты». Когда их спрашивают, почему они пришли, то часто они отвечают. Друзья сказали мне, что я хорошо пою. На что ведущий Саймон Кауэлл отвечает, «Вам нужны друзья получше». Наши настоящие друзья будут хвалить наши сильные стороны, а также намекнут нам на наши слабости. Помню, как я пошел на рыбалку на лосося с моим двоюродным братом. Полчаса он наблюдал за тем, как я забрасываю удочку, а затем сказал, «Мой тренер по гольфу говорит, если ты сто раз неправильно замахнешься клюшкой, это все равно будет неправильно. Тебе нужно поработать над своим броском». Это была критика от друга, который хотел, чтобы я научился рыбачить, и я научился. Одна из самых известных притч звучит так, «Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга». Притчи 27-17, притчи часто цитируют в отношении мужской дружбы, но они применимы и к женщинам. Трение железа от очильный камень дает острый край. А что значит острить человека? Взаимодействие с верными друзьями делает нас лучше. Настоящие друзья помогают нам выходить из жизненных ситуаций. Если мы ведем себя глупо, друзья скажут нам об этом. Выбирайте ранящих друзей. Эти раны сопоставляют с поцелуями и приятными словами врага. Поцелуи врага обманчивы. Классический пример это, конечно же, предательство Иуды поцелуем. Дуэйн Герретт и Кеннет Хэррис написали, раны друга нацелены добиться до сердца человека для его же блага, а поцелуи врага нацелены на то, чтобы задобрить сердце и скрыть надвигающейся боль. Иногда человек притворяется вашим другом, вытягивает вас на разговор, делая вид, что он поддерживает вас в ваших взглядах, а потом использует ваши слова против вас. Как только вы распознали такое поведение, то больше не открываетесь такому человеку. Делая так, вы поступаете как дурак, подвергая самого себя боли. Если получать раны, то лучше будьте открыты к ранам настоящего друга. Ароматное масло и благовоние радуют сердце. И приятно слышать душевный совет от друга. Притчи 27.9. Душевный значит от всего сердца. Душевный совет это настоящая роскошь. Тут используется образ хозяина дома в древности, который раздавал своим гостям парфюмированное масло, оливковое масло для лица и ароматное масло на одежду. Это было прообразом благополучия. Также хороший прообраз благополучия это когда друзья почитают нас, когда нас нет и одаряют нас душевными советами, когда мы сидим за их столом. Будьте таким другом для других. Ваши друзья доверяют вам, что вы будете добры к ним. Не замышляй зла против ближнего, который без опаски живет рядом с тобой. Притчи 3.29 Ваш друг чувствует себя в безопасности рядом с вами, поэтому не злоупотребляйте его доверием. Вместо этого помогайте ему, когда это в ваших силах. Не отказывай в благе тем, кто его достоин, когда это в твоей власти. Не говори ближнему, приходи-ка попозже, я дам тебе завтра, когда у тебя есть то, что он просит. Притчи 3.27 и 3.28 Вы можете предложить разные вещи, деньги, иду, какой-то инструмент, совет, экспертное мнение. Будьте чувствительны к нуждам ваших друзей. А иногда у вас нет хороших друзей, потому что мы сами не очень хорошие друзья. Будьте настоящим другом. «Какого вы сами хотели бы иметь?» Эти притчи, которые мы прочитали, напоминают нам историю о добром самарянине. Иисуса спросили, «Кто мой ближний?» и он рассказал историю о человеке, которого избили, раздели и оставили умирать на дороге. Двое религиозных лидеров прошли мимо и ничего не сделали. Но самарянин, представитель пренебрегаемого народа, остановился, чтобы помочь. Он перевязал раны того человека, отвез в гостиницу и позаботился о нем. Иисус закончил историю вопросом, кто был ближним? Это вопрос к нам с вами. Мы хорошие ближние? Мы хорошие друзья? Боб Гоф вместе со своей женой ездил по миру и встретился с лидерами разных стран. Однажды они приехали на встречу с лидером бывшей коммунистической страны. Его детей привели в большой зал для приемов. По ступенькам зал спустился упитанный мужчина с суровым лицом. Он подошел к детям и сказал с акцентом «Дети, я больше нервничаю за встречи с вами, чем из-за встречи с президентом Бушем. А когда я нервничаю, у меня возникает чувство голода». После этого его выражение лица изменилось. Он хлопнул в ладоши и его слуги начали заносить в зал тарелки с клубничным тортом, фруктами, различной выпечкой и горами мороженого. Когда дети наелись, он наклонился к ним и сказал, «Когда я был в вашем возрасте, мой папа притворялся, что забыл свою шапку в лесу и посылал меня за ней. Я боялся медведей, я боялся, что они съедят меня, поэтому я свистел». И он начинал насвистывать песню. Затем он попросил детей присоединиться к нему. Когда он закончил, то наклонился к детям и сказал, «Я вам обещаю, я никогда не позволю медведям съесть вас». После этих слов он поделился своими мыслями о дружбе. Он спросил, «Знаете, что делает человека другом?» Друг не просто говорит, он делает. Нет ничего плохого в том, чтобы интересоваться, где можно найти хорошего друга. Но более важный вопрос, «Хороший ли я друг?» Верный ли я друг? Друг готов отдать свою жизнь, когда медведь нападает? Возможно, вы не уверены, что можете быть хорошим другом. Я призываю вас учиться у того, кто олицетворяет собой дружбу, у Иисуса. Если мы изучим его жизнь, то увидим, что он был настоящим другом. Он дружил с богатыми и бедными, с мужчинами и женщинами, с евреями и неевреями. Он покрывал обиды любовью. Он был ранящим другом. Помните его строгие слова к ученикам? А помните его строгие слова к религиозным лидерам? Иисус был настоящим другом. Он хотел, чтобы люди знали его отца, понимали его волю и процветали. Послушайте, что он сказал своим первым ученикам. Иоанна 15-12 Вот моя заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. После этих слов он отдал за нас свою жизнь. Буквально он был ранен за нас. И мы с вами будем друзьями Иисуса. Если будем отдавать жизнь друг за друга, и если будем любить друг друга, вы скажете, а как это возможно? Как мы с вами можем любить так, как Иисус? В этом разговоре Иисус сказал своим ученикам, если вы любите меня, то будете исполнять мои заповеди. Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки оставался с вами. Иисус поместил нас Свой Дух, чтобы мы могли иметь такую любовь. Иисус ближе брата. Он обитает внутри нас Своим Духом и помогает нам быть настоящими друзьями. Давайте вместе следовать за Иисусом и быть такими друзьями, какими Он призывал нас быть. Он called нас быть. Свои быть. Свои